ну а вот скажите как выйти как вы находите компании которым интересно брать они вас находят я вам скажу такую вещь если бы я жил там сейчас москве или в киеве я бы это все по-другому решал но здесь так получается что у нас 10 лет ушло 10 пока мы вышли на уровень когда можем всех отдать на интерншип у нас в прошлом году интерншипов в 2014 где-то 430 человек мы запустили народный интерншип поэтому получается такая кое-кто не доходит раньше работать начинает там еще что-то кто-то вообще куда-то исчезает тоже бывает но смысл в чем значит потихонечку полигонечку студенты начинают работать потом они становятся ну может быть менеджерами может быть не обязательно менеджером но кто-то кто может менеджеру так подсказать этот прислушается и потихоньку полигонку если у нас сейчас там тысяч пять шесть семь я даже не знаю работающих выпускников на местности кто-то приходит вот этот сегодня из пришел из валмарта тоже его жена у нас очень у нас очень многое из из индии это особенное что-то и поэтому получается так если муж программист на джина тестов куда пойти учиться есть очень много таких индийских шопов курсик которые обучают на кухне в бедруме там еще где-то там они трое он там что-то такое покорябал написал 7 лет экспириенса и пошел знаете и среди людей из индии значит есть много таких которые говорят мы дешевкой мы на дешевку не идем то есть мы идем серьезное место поэтому у нас и пить и подороже но все-таки у нас интерншип у нас у нас реально у вас уровень ну это верно но есть люди которые хотят подешевле он там за штуку походил там 20 часов на кухне крэш курс они на кухне походил 7 лет экспириенса писал и пошел курс кухонный ну где удобно было сидеть ну когда 3-4 человека сидят где хочешь можно сесть ну да да и в кафешке можно сесть да был бы бассейн сели бы в бассейн нет ну в кафешке я такого не слыхал можно спросить сколько ваш курс стоит в школе ой вы будете смеяться а три тысячи гривен а сколько сейчас переведу до 100 долларов подождите это сколько время месяц 10 занятий по два часа то есть 20 часов после его после вашего курса люди ищут работу до 20 часов подожди всего 20 часов 20 часов за 100 долларов пятерка в час у нас подороже ну конечно у нас другая страна но у нас конечно здесь намного а чему же вы их научите такому за 20 часов что они могут пойти работу найти или вы берете уже таких кто уже почти там ну вот вот этот например который я говорю 20 часов получается мы выпускаем джуниор тестировщиков но учите чего его учим виды тестирования там работа с багами да там дефекты бак трекин сайкл написание тест кейсов даем очень общее такое краткое понимание там какие-то юникс команды но эти люди они вы говорите что нужно иметь высшее образование это нужно иметь инженера это не обязательно у нас на украине когда ты идешь войти диплом особо не интересует хорошо но то есть человек может пойти и получить работу на основании того чтобы 20 часов где-то до месяца это не основание мы даем сертификат но мы говорим о том что этот сертификат ну как ни о чем не говорит все равно нужно проходить собеседование но его позовут на собеседование позовут да с какими знаниями человек вам должен прийти чтобы учиться что он может сказать вот я первый раз как а мне компьютер надо покупать или можно обойтись вот нет таких студентов или нажать значит все таки действительно какой-то отбор происходит смотрите на самом деле сейчас когда наплыв людей больше то мы можем себе позволить я помню когда мы начинали эту группу из пяти человек я просто выкладывалась обзванивала 100 а собирала только пять понимаете то есть они откуда брались 100 чтобы обзвадить каких-то людей которые потенциально может быть это интересно и представьте у нас ни имени не было данных когда мы начинали мы учим мы проводим классные курсы а кто вы ребята такие ну вот мы эти labs а что такое тело ну никто не знает это начало сайт вас есть прикольный да Сайт у нас очень крутой, мы недавно обновили сайт. Как будет звучать? IT Labs? .net.ua .net.ua Я вам визиточку дам. Там все подробно описывается. Я для ребят, которые в Киеве. А у вас есть иногородние? У нас были варианты, что человек приезжал, обучался. Допустим, на месяц. Вот так ему очень хотелось. Он там приезжал. Но иногородние интересуются онлайн-курсами. И мы вот в эту сторону смотрим. И вот к вам следующий вопрос. Как вы относитесь? Возможно, человек обучить онлайн тому, что вы обучаете? А я уже 4 года учу. У вас онлайн-курсы учат? Расскажите подробнее, пожалуйста. Есть такой софт, называется GoToMeetings. Он вообще бесплатный. Там до 15 человек. Они видят мой экран. Я говорю. Они слышат мой голос. Они видят мой экран. Я вообще их всех вижу, если я хочу. Но это замедляет работу. Их видео можете видеть. Я их вижу с камерой. Они не то, что мне там нужны для этого сильно. Но видно, да. Значит, GoToMeetings вообще бесплатный. Дальше, когда вам нужно больше народу, есть следующая версия. Называется GoToWebinar. Это то, что я сейчас использую. Она стоит каких-то денег. Я не знаю, сколько в Украине стоит. Есть компания Citrix. И GoToWebinar. У меня лицензия до 500 человек. В принципе, там есть, по-моему, до 50. Это же без видео. Вы их не сможете видеть, правильно? Я их не вижу. Да. Они только пишут. И звука... Значит, пишут они в Скайпе. Я в Скайпе им шлю ссылку. Так. На вебинар. Они все заходят. И я разговариваю. Там есть свой чат. Но я не пользуюсь чатом этого дела. Я хочу, чтобы осталось рекорд в Скайпе. Вот. Поэтому у нас для общения Скайп. В Скайпе же они общаются после того, как все это происходит между занятиями. Там задачки решают, интервью, вопросы, там еще что-то. После этого... Да. Значит... Ну, что нам еще сказать? У нас курс 40 часов. Мы 20 часов. 20 занятий по часу веду я. Это тестирование. Из них, правда, 5 по поиску работы. Из 25 по поиску работы. И... Потому что люди искать работу не умеют. Это серьезное дело. Всем кажется, что... А что там резюме взял, там и послал? Ну, да. Послал, никто не отвечает, да? И все. У нас это довольно сложно все. Поэтому... Здесь очень много тонкостей. Опять же, здесь много тонкостей. Если это где-то в Техасе, или там в Нью-Джорси, или там в Чикаго. Все просто. Ну... Нет людей. Нет резюме. В Кремниевой долине резюме много. Поэтому тут надо пробиваться между ними и так далее. У меня есть рекрутерская рецепт на мощный сайт. И я вижу, как рекрутер, насколько хорошо вот этих профайлов выходит в поисках. И дальше я знаю, как подправить, чтобы они вверх шли. У нас тонкая работа происходит. Если человек не саботирует. Понимаете? Но... Значит так, 20 часов у нас тестирования, включая пять по этому делу. И еще 20 часов у нас проект. Точнее так, у нас комбинация. Практика. Менеджер из компании. Из живой компании. Живой менеджер ведет тот проект, который она делает. Дает им доступ на бэкэнд. То есть, они там абсолютно со всеми делами. У нее договоренность с компанией. То есть, она как бы привлекает дополнительный ресурс. Вот. И там... У меня онлайнный класс. Сейчас 80 человек. Учится со всей страны. Там из Канады еще. И... А вы на английском проводите, да? Ну... Ну да. Что же там? Как же? А им же интервью потом проходить. Здесь на русском тоже говорить нельзя. Там же есть люди, которые не говорят по-русски. Там всегда есть. Ну да. В основном... В основном русскоязычный народ, но... То есть, ваша аудитория в основном русскоязычная? Наша аудитория в основном русскоязычная. Если вы с вашей школой возьмете камеру вот такую хорошую. Так. Вот. И пойдете, поставите там, допустим, снимите урок по HTML, там, по программированию какой-нибудь, на Python, там, на этом. Вот. Сделайте канал себе на YouTube. Повесите эти видео там. Студентов будете показывать. Не таких, которых вы заставили что-то сказать, а такие, которые прыгают от счастья. Вот. Вот. Вы их покажите, так? И у вас будет канал. Там вас будет знать очень много народу. И тогда вы и онлайн, и какой хочешь. У вас там будут от Магадана, там, до, не знаю, до Берлина. Будут люди к вам идти в этот класс. Поэтому, у меня, например, всегда сложно. Потому что, когда люди из Европы, они учатся в очень неудобное время. Скажем, когда мы ведем урок, там, в Израиле, там, три часа ночи. Ну, да. У нас есть ребята. Ну, в общем, такие тонкости. Угу. Так вот, соответственно, мы можем отдельно там, когда уже до дела дойдет. Но, в принципе, идея такая, что 40 часов. Значит, и там идет проект. Проект идет им в резюме. Она менеджер. Она им дает референсы. Она их знает каждого. Она еще довольно много времени с ними работает в скайпе. Помимо уроков. Она же еще ведет. Ну, такой бонус. Мы денег за это не берем. Она ведет пять часов занятия по селению в Рубимане. И вот они автоматизацию делают. И у них работает. То есть, они совершенно, понимаете, работают. И еще. За пределами Кремниевой долины. Если вы хотите заниматься автоматическим тестированием. И вы идете на интервью. И вы говорите. Вот я бы хотел автоматически. Ну, давай. То есть, чтобы тебя взяли. Достаточно сказать. Я хочу. У тебя курс проходил. Но я хочу. Здесь у нас тебе говорят. А опыт есть? А что ты делал? А покажи. Да. Вот во всей остальной Америке и Канаде уже не обязательно. То есть, ты можешь сказать. Я очень хочу. И тебя берут. Иди пробуй. Вот в Украине тоже походу. Ну, вот сейчас там можно устроиться. Хорошо. Знаете, как требование ниже. Ну, вот чем я думаю. Давайте мы на них смотреть будем. А то они скажут. Мы видели Любу, но только левую щепку. А у нас, смотри, какая она. Она вообще. И правая щепка. Покажите правую щепку. Я вот так вот буду прямо. Сразу две щеки попадают. Прямо, да. Так вот, вы сказали, 20 часов у вас идет автоматизация. Да? У нас по автоматизации отдельный курс. Который тоже 20 часов. То есть, идет курс как джуниор. У нас мануальным тестировщиком можно устроиться на работу. В Кремниевой долине, видимо, нет. Правда? Ну, можно. Конечно, устроиться. Отлично. Ну, вот да. Поэтому я просто сейчас поняла, в чем разница, что у нас это разделено на два курса. Может, это идет общим пакетом. Давайте я скажу, что у нас есть. Давай. У нас основной курс 185 часов. 185 часов. Из них 40 часов. Все по 40. Значит, 40 часов у нас тестирования. Так. Что включает в себя проект там еще внутри. Еще 40 часов. Это такая безграмотность компьютерная типа HTML, JavaScript, немножко SQL, протоколы сетевые, виртуальные машины. Может, у вас тоже отдельный курс. Дальше у нас идет мобильное тестирование отдельный модуль. 40 часов. Да. С проектом внутри. Дальше у нас идет автоматическое. Это Selenium. С Java или с Python. Вот сейчас начали с Python. Раньше было только на Java. 40 часов. 40 часов. И еще 25 часов. Мы как бы добавляем бонусные такие. Мы за них денег отдельно не берем. Но это еще один проект, чтобы пойти в режимы. Потому что когда ты на рынок пошел, experience – это проекты. Ну да. Ты можешь сказать, конечно, я работал там бухгалтером, и вот курс взял 20 часов. Ну это маловато будет. А когда ты говоришь, вот я работал, образовать такой, ну, я вот этот проект делал, вот этот проект делал, еще вот этот проект делал. Да, да, да. И, плюс ко всему, они у нас с первого дня регистрируются на U-тесте. Знаешь, когда эти U-тесты, да? U-test. U-test – это такое U, буковка U. Так. И тест – пять буков. Значит, там дают софтвер тестировать и деньги платят за ошибки, которые ты пишешь. Ну, или за тест кейсы, которые ты написал. Много не заработаешь, но у нас есть ребята, которые, допустим, выходили на уровень, там, 2000 в месяц, работая там, 4-5 часов. Классно. Спасибо. Поделились такой стычкой. У-тест. Они за границей сложнее получать проекты, потому что это должны быть, тоже быть такой софтвер, который клиент хочет тестировать в Украине. То есть, чтобы вот на тот рынок. Ну, неважно. Короче, вот у нас тут много этих проектов. Если вы там в этом U-тесте как бы активно себя ведете, вы можете между началом курса и концом курса, у нас есть люди по 30, по 40, по 50 проектов делают маленьких. Ну, скажем, три дня тестируют там новый сайт, там, я не знаю, там, Google или там LinkedIn, или там, я не знаю, хорошая компания, магазин какой-нибудь там, не знаю, Мэйсис. Вот. И... То есть, у них много-много-много проектов. И вот проекты – это и есть экспириенс. И когда ты показываешь – о-о-о-о. Поэтому... Да, 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 да. Это однозначно. А скажите, сколько у вас выпускников? Вот за все время. Вы знаете, это может показаться странным, но я точно не скажу. Ну, приблизительно. Ну, я думаю, тысяч семь, наверное. О-о-о! Обалдеть! Нет, ну, у нас вот здесь пятьсот и двести пятьдесят в онлайне в год. У нас семьсот пятьдесят в год. Ну, это не каждый год, но вот последний там. Было время, когда вообще там было всего ничего. Значит, по-разному бывает. То есть, то вверх, то вниз. А скажите, пожалуйста, у вас онлайн-курс идет полностью такая же программа? Или чем-то отличается? Вот онлайн и оффлайн? Онлайн же сорок часов идет, а здесь сто восемьдесят пять. Но все, что мы делаем в классах на кампусе, мы все записываем на видео. И мы... Вот это висят видео. У нас есть на видео селениум, у нас пятьдесят два часа селениума. Там селениум и advanced селениум. У нас есть и HTML, и JavaScript, и SQL. И проекты, которые мы делаем в разных онлайн-классах, мы их тоже вывешиваем, чтобы они больше проектов набирались. И что у нас там еще есть? Мобильный курс у нас отдельно. Читается мобильный курс вывешенный. То есть, вы, получается, его продаете? Нет. Это бесплатно? Это как мексиканский курорт. То есть, те, кто покупает онлайн-курсы, он получает еще вот эти все записи? Я вам объясню. А предмет продажи не курс. Это предмет продажи, перемена профессии. Так. Поэтому. Он платит там четыре тысячи, например. И в онлайном классе он платит тысячу. Это не важно, в каком он классе. Вот он заплатил некоторую сумму. И все, что у меня есть, я ему дам в надежде на то, что он получит результат. Значит, он пришел не чтобы курс взять, он пришел, чтобы найти работу. Значит, курс – это средство. Резюме я ему напишу, это средство. Я пишу все резюмы своей рукой. Это средство. Но я не могу доверить это никому. Боже, это так мило. А быть, студентом мило самим заставлять писать. Такого проекта не существует. Но они не могут. Они не могут? Написать резюме по профессии, в которой никогда не работали? А как кто может? Не, ну, например, вы можете дать рекомендации, а они напишут, вы там исправите. Когда они работу не найдут, я буду виноват. А, то есть, вы прям садитесь и сами пишете. Да, если бы я мог не писать. Он пишет тысячами эти резюме. Подожди, ну не тысячами, но в год надо 700 резюме. Надо написать. Ну, а что это? Значит, вопрос в чем? Я не могу это отдать кому-то, потому что от резюме критично очень зависит результат. Если в резюме плохое. Значит, он еще должен дорасти до этого резюме. Я ему еще на вырост его пишу. Он говорит, я вот это не очень знаю. Вот это. А мы давайте уберем. Я говорю, нет. Мы не будем убирать. Это ты подтянешься, потому что без этого у тебя снижается. Поэтому, как же, мы когда это все делаем, вот мы делаем проекты, мы делаем материал, преподаем. Я уже в это время вижу его резюме, я вижу, как он на интервью пошел. Я не буду учить ничего в этом предмете, преподавать ничего не буду, если я не понимаю, где он на интервью это поймает. Что он с этого будет иметь на интервью. И как это ему поможет, чтобы его не выгнали потом с работы. Потому что одно дело получить, а другое дело еще это поработать. Поэтому, то есть как бы заточено под результат. Больше того. Он может повторять этот курс хоть раз за те же деньги. Я не возьму с него больше. Потому что технически, будучи лицензированной школой, я беру с ней деньги за уроки. Но в реальной жизни человек деньги мне дал не за то, что у него уроки, а за то, что он получил результат. Девять человек из десяти приходят не от того, что на веб-сайте нас где-то почитали. Хотя есть такие тоже наивные люди, они верят в это. А есть такие, которые... Девять-десяти это те, кто пришел, потому что друзья, потому что... Сарафанное радио у вас работает. Да. Ворд оф маус, как у нас говорят. Потому что работа нужна. Понимаешь? Ты можешь что угодно сказать? Ты можешь пойти, прямя кому-нибудь гадость не писать на интернете. Никто не читает. Сарафанное радио. Сарафанное радио. Это самый мощный механизм, когда у вас уже работает сарафанное радио. Ну, двадцать лет же, понимаешь? Ну да. Двадцать лет же прошло. Все привозят, привозят братьев, сестер, людей. Ну, вот Наталья, чей голос вы слышите за кадром, из Флориды приехала. Там у нее крокодилы, собственный дом, пять автомобилей в гараже. Муж, муж. Теперь я своих друзей сюда буду посылать. У меня уже пару подруг смотрят мои видео, и уже детей собрались посылать. У нас из Флориды вообще большой поток. У нас в Орландо было человек шесть-семь, и из Майами. Потому что сейчас девчонки шик потрясающие. Ну да, да. Вот, так что. Михаил, а скажите, цена, получается, цена отличается, да? То есть вот онлайн-курс дешевле. Да, конечно. Но по сути человек получает то же самое, да? Но на практику не идет. А, не идет на практику. То есть в этом разница, что человек не идет на практику. Практика находится очень дорого. То есть у меня себестоимость практики для меня, чтобы отправить одного человека на практику, мне это стоит шестьсот, пятьдесят, семьсот долларов. То есть вы платите работодателю? Нет, нет. Бывает, что мы работодателям должны оплатить условия, в которых там работают эти люди. Компьютеры, там помещения, там что-то. Бывает так тоже. А они говорят, мы бы взяли, но у нас вот нету. Мы на себя берем. Кроме того, есть фуллтайм человек, который очень неплохо зарабатывает, который этим занимается. Помещение, где работает человек, там медицина, ну это все денег стоит. То есть вы тратите на это деньги, тогда действительно. Ну вот интервью провести. Это же сколько народу задействовано, чтобы прийти, тридцать человек про интервью. Надо обзвонить пятьдесят, пока соберутся там двадцать пять. Всех назначить, переназначить, у одного отменилось. Прийти по комнатам раскидать, отменить занятия, которые там, допустим, в двух группах, считай, там, не знаю, семьдесят человек. Значит, надо тоже их обзвонить. Это же колоссальное усилие. Да, да, да. Поэтому, чтобы на интерншип... Если бы мы не делали интерншипов, мне нужно было бы меньше сотрудников, я бы могу там три черка уволить. Ну да, да. Ну зачем? Те, кто онлайн, то они не проходят интерншип и интервью у них, ну тоже они интервью не проходят с работодателями, да? Ну вот по окончанию они могут пройти интервью? Они могут. Ну, значит, без того, чтобы я их поставил на интервью. Но я им говорю, вот, ребята, вот твое резюме, так? Да. Вот, что ты с ним делаешь. Вот, я говорю, первое, иди поставь резюме на Dyson. Он ставит резюме на Dyson. Да. Dyson.com. Дальше он меня контактирует, говорит, резюме на Dyson. Я иду туда, смотрю, как оно висит. Да. И говорю, значит, так, вот тут добавить, вот тут убрать, значит, здесь ты не сделал. Я это своей рукой делаю, потому что я понимаю, что мне проще с вами сделать, чем объяснить. Хорошо. Значит, делаю. Начинается поток звонков. Да, я могу сказать ему, где ты живешь там? Я живу там, я не знаю, в Майами. Я говорю, ну, в Майами такое место, давай-ка мы тебя повесим в Чикаго на недельку. Там рынок большой, там тебя порвут. У тебя будет в день, там, 20 звонков в Чикаго. Так. Значит, ты поговоришь в Чикаго, какими 20, там, в день. Значит, за неделю, там, может быть, 100 человек ты поговоришь. Вот. И дальше мы тебя перебрасываем на Майами, и ты уже от тебя отлетает. Грубо говоря так, отсутствие, там, скажем, года экспириенса можно заменить, там, скажем, 20 звонками в день в течение недель. С точки зрения, как бы сказать, отполированности человека в разговоре. Знаешь, я видел людей, когда, знаешь, телефон звонит. Он говорит, не сегодня. Вот, да, резюмой повесил, вдруг зазвонил, говорит. Да, я знаю, о чем вы говорите. Да, да, да. Или рука трясется, голос дрожит. Да, да, да. Да, да, да. И это нормально, мы все через это проходили когда-то. Да, понимаешь, или там, ему говорят, там, сколько ты хочешь. Он говорит, это смотря, что бы хотеть, чтоб я делал. Знаешь, как, вот адвокат берет 300 долларов в час. Да, он сидел час вот там, пока я освобожусь. А 300 долларов. Это не важно, что он ничего не делал. Ну, да. Понимаешь? А я говорю, а как? Он говорит, вот, если хочешь, чтоб я делал автоматическое тестирование, тогда 40 долларов в час, а если ручное, тогда 30. Я говорю, да ты подумай, что они о тебе, что они думают о тебе. Ты, который можешь делать за 40 работу, согласен делать за 30. Больше того, ты поделаешь ее еще год за 30. И 40 тебе уже никто не даст, потому что ты разучишься делать автоматическое. Ну, понимаешь, надо где-то потренироваться подальше от дома. Да, 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 да. Поняла, поняла.